Добрый день, уважаемые коллеги! Я, наверное, в совсем двух словах подведу итоги сегодняшнего мероприятия. Во-первых, хотел бы сказать, поблагодарить принимающую сторону, собственно, Казанский федеральный университет и отметить, что на протяжении вот этого академического года реализации этого проекта мне приходилось до некоторой степени выполнять роль Бабы-яги, да, и так пристально смотреть, чтобы в рамках проекта получать такие интересные, практически применимые результаты. А сегодня я, наоборот, хотел бы поговорить о том, что, на мой взгляд, получилось очень хорошо у коллег. То есть, как бы я меняю амплуа, да, и с ролью Бабы-яги, наоборот, буду сейчас коллег в их присутствии хвалить, да. И так, что получилось хорошо, на мой взгляд, буквально двух словах. Первое – это практика ориентированности проекта и его результатов. Что я в данном случае имею в виду? Вот, коллеги, если бы вы все-таки, несмотря на то, что сегодня говорила Яна Шумилина и ее коллеги, посмотрите на содержание форм, которые организовали коллеги из КПУ, вы найдете там массу, массу полезной информации и того, что реально можно применять на практике. Но посмотрите на хотя бы некоторые итоги проекта. Есть комплект типовых нормативно-правовых актов, которые можно применять. Да, естественно, его нужно кастомизировать под каждый университет, нужно смотреть условия взаимодействия с региональными властями, с региональной федеральной миграционной службой и так далее. Естественно, да, условия функционирования университета в разных регионах несколько отличаются. Но у вас есть уже очень хорошая база. И то, что коллеги сделали вот этот задел, который уже можно кастомизировать, использовать, это уже очень большой плюс. Второй итог. Есть хорошее качественное рассмотрение того, что называется best practices, да, вот эти лучшие практики. Они коллегами выделены очень хорошо, вы также можете ими пользоваться. И еще больший объем best practices был озвучен уже в ходе апробации методики. И этим багажом вы тоже можете пользоваться. Это и выступления коллег сегодня, и те материалы, которые были озвучены в ходе прошлого заседания Ассоциации Глобального Университета. Это тот багаж, который родился многому благодаря этому проекту. Третий положительный итог с точки зрения того, что позитивного останется по итогам реализации проекта сегодняшнего семинара, это, естественно, методические рекомендации по применению методики и комплекта типовых нормативно-правовых актов. Пожалуйста, внимательно обратите внимание на эти документы, если вы еще не обратили на них внимание до этого. Они стоят того, чтобы их внимательно изучить. И я уверен, что каждый из вас найдет то, что вы сможете использовать изотопы ваших университетов. Второй важный момент. То, о чем сегодня уже говорил Михаил Борисович. Это то, что в рамках проекта в ходе сегодняшнего семинара положены важные основы для сетевого взаимодействия. И, коллеги, поверьте, без сетевого взаимодействия сегодня дальнейшее развитие невозможно в принципе. Потому что абсолютно бесполезно надеяться, что Миноборнауки или, не знаю, социоцентр или Рособорнацор, они будут решать наши проблемы. У них есть план действий. Вы можете с этим планом ознакомиться. Вот тот план действий, который у них есть, они будут реализовывать. Входят наши проблемы конкретных университетов в этот план действий или не входят. Наши проблемы мы должны актуализировать, инициировать их решения и искать пути для решения этих проблем. И я, все-таки, призываю как раз использовать вот эти сетевые инструменты взаимодействия, которые во многом были дополнительно простимулированы, выявлены в ходе реализации этого проекта. И коллеги из ТПУ к этому также изначально всех призывали. С тем, чтобы как раз находить через сетевое взаимодействие, через обмен лучшими практиками, вычленять эти проблемы, делать на них акценты и искать совместно с теми коллегами, у которых есть для этого рычаги влияния, искать те решения, которые могут быть впоследствии реализованы и в нормативно-правовой базе, и в каких-то других институциональных решениях. Вот, наверное, коллеги, это два таких основных тезиса, которые я хотел бы отметить по итогам сегодняшнего семинара. Ну и еще раз хочу поблагодарить принимающую сторону за прекрасную организацию и в целом за очень приятную работу в течение всего академического года. Коллеги, мне кажется, что вы очень большие молодцы, это правда. Хорошо, спасибо. 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 Спасибо.